Принципиальной разницы между учителем с трехлетним опытом работы и с 30-летним опытом работы нет. Но есть огромная разница между учителем с годовым опытом работы и учителем с 10, 20, 30-летним опытом работы. Другими словами, основную часть опыта, умений и компетенции педагоги получают в первые 2-3 года своей работы. 14 декабря в актовом зале Айтилицея Казанского федерального университета собрались десятки опытных и еще только вступивших на путь педагогики учителей. Все потому, что Казань посетил народный учитель Чеченской республики, абсолютно победитель всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев. В рамках форума учитель общества знаний и права провел мастер-класс, интерактивный семинар и мотивационную лекцию для педагогов и обучающихся старших классов. По словам директора Айтилицея Ильдара Мухаметова, проведение подобных мероприятий очень важно, так как поиск точек роста и новых направлений в сфере педагогики просто необходим. Общение с людьми, которые состоялись, являются победителями различных конкурсов, оно нас вдохновляет раз, во-вторых, мы перенимаем какие-то компетенции, формируемые у себя, перенимаем вот этот опыт и с этим идем к ребятам. И вот это нас начинает менять, наше поведение, вот это самое важное для того, чтобы развиваться. Встреча педагогов России прошла в увлекательном формате. Алихан Динаев не только выступил перед публикой, рассказав историю из личного опыта, но и задействовал учителей и школьников для нагляда демонстрации некоторых практик и методик. Это подтверждают слова директора лицея. Нужно общаться. На самом деле нужно больше общаться, а не замыкаться в пределах своего кабинета класса, что нужно читать, смотреть, посещать вот такие мероприятия, а это самое ценное. Ну то есть вот пока внутренние ресурсы не разбудишь у человека, просто ему ежедневно нашептывать, что нужно, 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 это бесполезно. Самое важное, что вот эти механизмы внутренние пробуждаются, и человек начинает проактивную позицию занимать в развитии профессиональном. А для педагога это самое важное, не стоять на месте, а развиваться дальше. Не обошел стороной мероприятий начальник управления образования исполнительного комитета города Казани Ирик Резванов. По его словам, на сегодняшний день в системе образования Казани работают более 31 тысячи людей, из них 16 работники школ. Молодые специалисты, включая присутствующих на форуме, составляют 32% от общего количества педагогических работников города. Это, несомненно, позитивные показатели. Так нужны ли еще учителя? Конечно, нужны, потому что нагрузка учителей в образовательных учреждениях так или иначе выше ставки, поэтому есть потребность учителя начальных классов, есть потребность учителей физики, химии, математики, особенно в этих направлениях. Наверняка каждый хотя бы раз слышал, что учитель – это второй родитель, а школа – второй дом. Так и есть. Ведь овладеть высшим искусством, пробудить радость от творческого выражения и получения знаний подвластно далеко не каждому. Карина Саяхова, Никита Киншин, Универньюс.